Что состоялась не только презентация, но и знакомство с нашими необыкновенными людьми, с нашими художниками. Кружок наш уже существует 4 года. Мы начинали в клубе Ахма под руководством Татьяны Серма. Пришла к нам студентка, которая начала вести кружок. И закончилась ее практика, и мы решили вести, продолжать дальше кружок. Татьяна тогда одобрила это, и 4 года начался наш кружок, но еще не был акварелики. Приходил Игорь к осарям, Витя Решня, муж Виталик и еще несколько человек. И когда мы уже перешли на Переслицы 2, кружок продолжился. Он существует уже 4 года, и мы сделали сейчас выставку. Вы видите, картины очень радостные, очень живые, нанесут положительную энергию. Потому что люди, которые приходят, они хотят подарить красоту, показать весь мир, который создал наш Творец. Я очень рада, что пришли все друзья, знакомые. Я очень рада, что участвовала семья Александра Гиты. Я очень рада, что пришли именно настоящие друзья поддержать нас. И вы увидите, вы видите картины здесь, вот Игоря Косарева, нарисованы маслом. Очень радостные картины. Вот Игорь любит море, любит горы, очень любит яркие краски. Он рисует маслом. Также вы видите картины нашей Яэль. Они написаны акрилом на холстах. Яэль любит технику акварели. Вот тоже представлена ее картина в стиле акварели. Вот здесь вот. Картины она любит писать именно цветы. И она, как увидит цветы, она радуется. Они очень яркие, говорит. Они очень нежные. Также у нас Юлечка Павловская. Любит рисовать в разном стиле. Вот ее картины здесь. И мост поцелуев. Также лотос, розы. Отдых. Она очень любит море. Она скучает по своему Крыму, Юлечка. Вот она рядышком стоит. Она настолько радостный, жизнерадостный человек, что ее картина всегда представляет только радость. Она аж светится. Также у нас есть талантливый Витя Рышняк. Витя рисует в разном стиле. Ну, в основном наивном. Он где-то, может, остался ребенком в душе. И он использует яркие краски. Очень хочет рисовать море. Каждый раз море цветы. Море цветы. Может, он хочет добиться какой-то идеальности. Я не знаю. Но у его картины несут тоже положительную эмоцию. Также картины моего мужа Виталика. Здесь вот он начинал еще 4 года назад эта картина. Написана в стиле под Сильван Сальвадора Дали. Рыбки. Тогда еще студентка нам приносила такие вот небольшие картины. Говорит, срисовывайте. И муж начинал как бы мелкие-мелкие детали, как бы паять что-то. Потом увеличил, увеличивал и доувеличивал до таких рыбок. Также вот цветы. Цветок необыкновенный, который ловит каких-то насекомых. Использованный тоже акрил. Разные цвета, такие яркие, эмоциональные. Также у нас есть еще картины. Вот Яэль. Она придумала картины в стиле Прованс. Вот на такой палитре. Вот нашла старую палитру. И придумала вот такую картину Прованс. Очень здорово, очень оригинально, очень красиво. Очень красиво. Да, очень. Я очень рада, что состоялась презентация, продажа. Многие картины раскупились. Это очень большая поддержка наших художников. Очень большая поддержка нашей группы «Акварелики». Я очень рада. Может, я что-то не так говорю. Но я очень радуюсь. Очень радуюсь, что услышали песни в исполнении Игоря Косарева и Лены Гершберг. Это было необыкновенно. Они еще спорттанцовку использовали. У них еще есть один талант. Я думаю, вы и дальше услышите, увидите наши таланты, нашей группы «Акварелики». Так куда можно людям с ограниченными возможностями приходить, если они решат заниматься у вас? Я думаю, не только люди с ограниченными возможностями. Я думаю, те люди, которые хотят научиться рисовать, мы приглашаем на Перец 32, седьмой этаж, по вторникам. Сейчас у нас по вторникам, но есть проект, что будет и дальше продолжаться в другой день. По вторникам с 10 до часа. По вторникам с 10 до часа. Вита, какой метод обучения? Ты, в общем, просто помогаешь, объясняешь. Вообще, откуда у тебя это умение? Я закончила Московский заучный университет. Это было еще в Прессоюзе, это было давно. Также я училась еще в Прилуке, когда мы жили в военном городке. У художника-кармалюка Юрия Кондратьевича. Его картина еще выставляется сейчас в городе Прилуке, Черниговской области. И я приходила к нему где-то с пятого класса. Писовала, осваивала технику акварели и масла. И это мне дало большой толчок в жизни. И как бы здесь проявилось в Израиле. Потому что, может, замужество, пока росли дети, это немножко забывается. А здесь именно продолжилось и дальше начала открывать именно своих учеников. Я вижу, что есть и работа твоя. Покажи, пожалуйста. Стильный прованс. Нарисовано акрилом. Такие домики, которых желает гора. Может, где-то в Хайфе вверху будут такие домики у нас. Я хочу сказать, что очень жизнерадостные действительно все работы. И могут служить украшением дома. Как бы создавать вам такую атмосферу. Да. Мне очень надо, что... Вита, Вита, покажи. Держи. Многие, многие картины раскупились. И когда будут хозяева смотреть дома, вспоминают все. Очень красиво. Очень красиво. До какого числа продлится выставка? До 19 мая. Витя Рышняк как раз день рождения. 20 мая начинается у Ларисы. У участницы нашей. Она больше в разных стилях у нее. Она приглашает тоже на выставку. Мы уточним вас, сколько и как. Я вижу тут еще пару слов. Есть сочетание разных техник. Вот можно сказать, спросить про эти работы. Вот техника декупаж. Это здесь использованы салфетки, краски использованы. Это я и с у нас. Одна картина тоже продалась у нее. Очень большая была. Также в разном стиле Витя Рышняк использовала акрил. И тоже разные штучки, декорацию такую вот, как бы, дорогу дали. Чья это работа? Это Яэль. Это Яэль. Яэль. Я животных люблю, рыб. Животных обожаю. Не просто люблю, а обожаю животных. Поэтому я учусь у Виточки рисовать животных, цветы, деревья. Ну, все. Потому что она мой учитель. Супер. Успехов. Спасибо. Успехов. Я люблю. Да. Вот еще вот эти работы. Это у нас, я так понимаю, что гости, да? Да. Это Алексей. Это Алексей предоставил работы с Украиной детей. А это работа уже Александра. Он должен. А, что очень. Сейчас необычная. Спасибо. Да, он захватывает те моменты, которые необычные. Мне нравятся. Я думаю, Пустинин не ел. Он не говорил, но он хочет, как бы, в картинах, которые он предоставляет, каждый человек, чтобы задумался, где он хочет быть. Вот, допустим, где вы хотите сейчас быть, да? Хотите ли здесь быть без воды? Или хотите просто позагорать? Или там радостная картина, с другой стороны, ребенок смотрит в окно, да? Он увидел кому-то и радость. Можно секунду? Да, да. Может быть, ты его сейчасcono. Но это оно, может быть. Что?